ольга добрый день буквально пару слов нам о своем новом приобретенном автомобильщики я очень довольна что так как бы у нас но сложились и звезды александром до этого я долгое время пыталась приобрести автомобиль попыталась были были какие-то у нас недоговоренности недосказанность то есть с людьми я чувствую что меня а будь или как это обмануть не хотела такое слово говорить ну вот так вот получилось что он сама как бы но сработать такой сфере что общаюсь с людьми с клиентами заказчиками и все это когда я прекрасно понимаю просто мне немножко другие скажем как объемы тут как бы все довольно таки быстро случилось было несколько вариантов которые александра мне постоянно скидывал то есть конструктировал что на 1 на что стоит обратить внимание на что не стоит обращать внимание и вот остановились на этом автомобиле которые очень долго и на японцы не хотели на уступать в цене как-то вот так вот все сложилось все случилось и автомобиль наконец-то приехал сколько он обошелся но вообще по времени это заняло около месяца поэтому от начала по прибытию автомобиля прошел месяц месяц а почему все-таки решили с аукциона заказывать потому что здесь в городе пытались найти я пыталась найти на танк даже пусть мы ездили со знакомыми на зеленку то есть те же знакомые пытались мне сказать что это автомобиль хороший на самом деле когда я потом звонила другим знакомым оказалось что автомобиль не совсем хорошие и люди скажем так чтобы я этот автомобиль за определенную сумму вы делали мне такую прекрасную услугу что да это автомобиль надо брать и получали с этого 25 тысяч вот как вот как у нас оказывается ребята работают здесь и очень было не какие-то там со стороны люди ну мои знакомые мои клиенты вот так вот как-то чисто случайно это все выяснилось поэтому самостоятельно и ну было тоже просмотр автомобилей на дрон естественно то есть я обращалась там тоже скажем так не все меня очень тяжелая покупка очень тяжелая но самое главное то что стоит перед нами красавчик и вы очень довольны спасибо большое за отзыв давайте немного вам покажу в каком состоянии приобрели мыраж просто обратите внимание друзьям и на подкапотное пространство те кто знает что это за автомобиль и все прекрасно знают понимает где их не больные места и куда куда нужно смотреть здесь нет ржавчины от слова совсем я не побоюсь этого слова я редко произношу эти слова ну в данном случае я не побоюсь машина реально в идеальном в идеальном состоянии сейчас немного объясним какие кнопочки куда нажимать как автомобиль заводить и так далее давайте обратим внимание состояние автомобиля снизу посмотрите придраться реально придраться просто нет мы к слову не привезли еще ни одного ни одного ржава автомобилем знаете я этим прям горжусь чистейшее состояние салона и так смотрите рожда вообще он классифицируется как внедорожник как джип опускается он в этом кузове с 2008 года до выпас 2008 года и до марта месяца 2016 года это для японии но с 2017 года рожда выпускается для о и только задний только задний привод для японии есть как задний привод так 4 воды объем двигателя полтора литра во всех модификациях 109 лошадиных сил привод задний и привод 4 воды коробкой передач идет механика и внимание ребят автомат для кого-то для кого-то это очень важно привод как я уже сказал есть задний есть 4 воды тип привода full time вот такой красавчик будет ездить по дорогам владивостока еще хочу вам показать вот такого красавца немного сроков и так привезем автомобиль для нашего клиента для его раз егора мы начали работать 6 августа а купили машину 10 августа пришла машина владивосток 18 сентября почему откуда берутся такие сроки до отдаленность аукционов это тоже как бы играет где-то быстрее машины приходят где-то где-то чуть дальше кстати инвойс был оплачен 11 августа за это конечно огромный огромный плюс егору то что на следующий день пошел я платил инвойс прям молодец и так теперь про стоимость сумма инвойса составила 776 тысяч иен изначально считали этого леворга чтобы он зашел в водивостоке один миллион четыреста сорок одна тысяча можете поставить на паузу и написать уложились мы в этот бюджет или не уложились в этот бюджет иена на тот момент было 69 то считали иену по 69 возможно на какие-то копейки она была там чуть чуть поменьше короче говоря купили мы эту машину за 1 миллион иен общая сумма инвойса составила 1 миллион 112 тысяч иен то есть вы спросите откуда взялись еще 112 тысяч иен так это вот как раз таки есть все расходы все расходы по японии плюс доставка автомобиля до владивостока мы делимся такой информации ребят делимся мы и от вас не прячем в этом у нас конечно идет огромный ключ приехали на камскую на камеру машина пришла с одним ключиком сделали второй ключик все проверили все работает теперь у нас идет идет с автомобилем два ключа еще раз проверяем ключики все у нас работает 1 1 и 2 ключик далее значит переходим с вами к расходам по россии расходы по россии составили шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать девять рублей и того того стоимость автомобиля владивостоке составила один миллион четыреста тридцать пять тысяч рублей ну и конечно же сюда приплюсовывается сюда приплюсовывается комиссия за привоз автомобиля и так ребят а сзади у нас пусто полка как видите есть не знаю любите полку не любите еще бонусами то что бонусом а такая хорошая функция когда у нас задние сиденья складываются именно именно с кнопки из багажного отделения и так черный цвет 4 балла 15 год 4 месяц пробег 72000 на данном автомобиле знаете я открыл дрон посмотрел посмотрел сколько такие автомобили стоит здесь я нашел одного единственного который бьется по статистике в такой же комплектации gds с пробегом 70000 правда в другом цвете и знаете сколько он стоит а стоит он один миллион восемьсот тысяч рублей в общем я думаю считать умеют все да и вы прекрасно понимаете насколько выгоднее насколько выгоднее сейчас привести автомобиль с аукциона японии посмотрим подкапотное пространство говорю об этом постоянно обращайте внимание обращайте внимание точнее обратите внимание в каком состоянии моторный отсек мы уделяем огромное внимание чтобы наш клиент получил не ржавый автомобиль ржавчина нет от слова совсем что касается двигателей хорошие надежные неприхотливые двигателя да есть своеобразные болячки кому интересно опять же каждому каждому все расскажу ну давайте давайте уже двигаться в транспортную компанию да и вкратце расскажу о салоне значит здесь идет электропривод сидений вперед-назад спинка и также регулируется по высоте здесь есть активный круиз-контроль кожаный руль постараюсь показать как работает значит зеркала заднего вида складываются регулируются кстати в этих автомобиле есть болячка левая зеркала не регулируется не складывается ну вот есть такая тема у этих автомобилей вот здесь как видите здесь когда видите у нас у нас все работает итак руль идет кожаный хватка клевая удобная вот что еще здесь кстати болячка болячка да ну а тоже вернемся наверно к этому это рулевая колонка то есть управляемость великолепная обзорность шикарная руль отзывается четко просто садитесь машину руль влево вправо да и в колоночке втулочка у вас тучит это лечится лечится наверное точно 30 на 40 этого хватает проверено на себе коробка передач идет здесь вариатор вариатор хороший цепной ручник идет электронный вариатор главный ребят лети оригинальную жидкость она стоит ну дороговато она стоит не из дешевых она и зеленая из красная под рулем кнопки управления менюшкой которая находится на спидометре сама вот эта вот центральная кнопочка компьютером находится вот здесь над магнитофоном вот можно настроить на русский язык не переделывается можно переделать на на английский язык по заду ну что говорить сзади места довольно много и спереди тоже места хватает бардачок там есть прикуриватель подлокотник вот мне знаете чутка повыше бы он был провода какие-то видимо у японца возможно здесь музыка какая-то стояла документы кстати да стеклоподъемники смотрите здесь идут автоматов то есть один раз нажали да и вас полностью опустилась один раз нажали она полностью поднялась это идут на всех 4 4 стеклоподъемника по динамике по динамике но опять же да смотря с чем сравнивать но это не корова реально не корова то есть даешь даешь автомобиль у тебя едет расход топлива заявляет но опять же по каталогам по этим там какой-то минимальный но у нас он будет кушать кушать наверное литров 8 до если по ровной по ровной дороге взбитая подвеска на автомобиле прямо реально взбитая и еще раз повторюсь мне очень нравится управляемость данного автомобиля сейчас мы пытаемся посмотреть как работает как работает круиз контроль включаем выставляем скорость можно выставить дистанцию вот он круиз я ногу брал с тормоза он поймал перед едущий автомобиль полосочками можно выставить дистанцию и все мы будем придерживаться за автомобилем да если мы остановимся там на 2 на 3 секунды с режим спорта режим остановимся на 2-3 секунды круиз-контроль он выключится но на самом деле активный адаптивный круиз-контроль это очень клёво такая удобная функция но не в городе вот где-то загородная трасса да там прикольно там включил включил там соточку 110 себе и спокойно идешь по городу тема такая чисто знаете поиграться просто просто интересно то же самое как и лепестки переключения передач когда ты вводишь коробку в ручной режим переключения тоже на первое время просто просто поиграться вообще считаю то что данный автомобиль ливорк ну блин он реально идеален дорогих для города но чуть-чуточку бы был он повыше и прям очень в свет прям в точку просто просто супер идеал заехали на вторый на зеленый угол ребят я напоминаю то что когда машину когда мы машину здесь подбираем да когда машина приходится с аукциона японии есть услуга можем поставить автомобиль на учет здесь в владивостоке можем обслужить автомобиль и сделать второй ключик второй третий ключик ему нужно купить масла купить фильтра в общем можно с автомобилем сделать все значит по рынку по рынку но по ценнику понятно рынок дороже на порядок дороже но тем не менее есть категория людей которым нужно прямо здесь и прямо сейчас напоминаю также есть услуга вы приезжаете мы встречаемся с вами на рынке идем по рынку выбираем для вас лучший лучший автомобиль вот как видите и покупатели есть да то есть машины вдоль дороги стоят и вот стоянку проехать проехали с левой с правой стороны машин довольно много вот сейчас обратите внимание с левой стороны вот с левой стороны тоже стоят все продажные автомобили еще давайте на сегодня все будем заканчивать всем опять же огромное спасибо кто досмотрел до конца кто поставил лайк то оставил комментарий ребят покупайте клевые хорошие тачки кому нужно сейчас приезжайте найдем тачку здесь кому нужна клевая тачка на порядок дешевле звоните в ватсапе мне пишите мне ватсапе привезем автомобиль с аукциона япония сейчас машину ставлю в транспортную компанию заключаем договор и договор отправиться к егору к нашему клиенту всем пока всем хорошего настроения